Вечером 29 августа армянские сепаратисты, незаконно проживающие в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе, совершили наглое нападение на автомобили российских миротворцев. Кадры атаки автомобиля миротворцев появились вечером минувшего дня в армянском сегменте соцсетей. Как видно на любительском видео, перекрывшие дорогу служебному автомобилю армяне вообразили, что могут устроить для российских военнослужащих паспортный контроль и пытались грубо отобрать у одного из сидящих в машине фотоаппарат, почему-то приняв его за азербайджанца. Миротворцам не осталось ничего иного, как незамедлительно уехать с места происшествия. По мнению российского политолога Евгения Михайлова, в данной провокации и вероятном дальнейшем разжигании конфликта замешаны третьи лица, в частности, представители Парижа. Вы знаете, я абсолютно не удивлен армянским провокациям в Карабахе в отношении российских миротворцев. Они были раньше, они будут и дальше. Есть определенные силы, как в самой Армении, так и в Карабахе, которые заинтересованы в разжигании конфликта, которые заинтересованы в том, чтобы на территорию Карабаха зашли те же французы, потому что Франция предлагает максимум усилий для дестабилизации обстановки. Но, скажу одно, российские миротворцы с честью исполняют свой долг. Они не ведутся на эти провокации. Они как бы пытаются урегулировать любую конфликтную ситуацию. Я отмечу, на самом деле, что блестящую работу миротворцев отмечают и в офисе президента Азербайджана. И, на самом деле, сейчас, конечно, необходима реакция российской стороны на подобные действия Еревана и карабахских армян. То есть, они должны их приструнить. Не должен Ереван и местные армяне думать о том, что если Россия является стратегическим партнером Армении, то в нее нужно плевать и не исполнять собственные обязательства и гарантии, которые они взяли прямо перед Россией и перед Азербайджаном. По сути дела, Россия выступила гарантом миротворческого процесса. И именно Россия остановила окончательный разгром Еревана во Второй Карабахской войне. И я считаю, что армяне должны благодарить российских миротворцев за то, что они там есть. Но этого не происходит. Соответственно, нужно принимать меры.